Я был клинически мёртв более часа и попал на небеса. Там я встретился со своими умершими друзьями, прежде чем вернуться на землю. Мои родители были алкоголиками и плохо обращались со мной и с моей маленькой сестрёнкой. Но Господь хранил нас. Пока мы были ещё маленькими, наши родители решили, что им будет проще жить без нас. Поэтому они просто привезли и оставили нас на крыльце дома, где жили дедушка и бабушка по маминой линии. Дедушка с бабушкой приняли нас и растили, как своих собственных детей. Они показали нам, что такое настоящая любовь. Она похожа на любовь Божью. Я узнал о Боге от дедушки с бабушкой и поверил в Бога, когда мне было 6 лет. В старших классах школы я уже чувствовал призвание стать христианским служителем. Мне нравилось петь, и 3 года подряд я побеждал в конкурсе солистов сцены среди школьников. Я хотел использовать свой дар и свою любовь к пению в служении Богу. После окончания школы я поступил в библейскую семинарию. И вот, студентом первого курса я попал в ужасную автомобильную аварию, которая навсегда изменила мою жизнь. Я приехал домой на рождественские каникулы, и вместе с сестрой мы взяли машину дедушке, чтобы навестить своих друзей. Когда произошла авария, мы возвращались из гостей и находились на расстоянии нескольких километров от дома. Мы ехали с сестрой и распевали в машине рождественскую песню «Тихая ночь». И вдруг она закричала от страха. Я повернулся и увидел, что мы въезжали на полной скорости в большой, незаконно припаркованный грузовик. На торможение времени не оставалось. Я не успел даже ударить по тормозам. Произошел взрыв, мгновенная боль, и меня окутал яркий свет. Дух вышел из тела, в котором в трех местах была сломана шея, раздавлена гортань и разорваны голосовые связки. Через всю голову и лицо прошел глубокий разрез, потребовавший ста швов. Тело представляло собой ужасное зрелище, но мой дух воспарил высоко. Прибывшие на место врачи сразу объявили меня мертвым и принялись спасать мою сестру. Она вылетела из машины, пробив лобовое стекло. Меня даже не пытались реанимировать. С их точки зрения я был мертв, и заниматься мной не имело смысла. Страшно не было. Это было самое легкое и спокойное переживание в жизни. Первым делом я просто взял и вышел из тела. Как и сказано в Библии, тело без духа мертво. Меня затянуло, как в водоворот, в огромное облако, похожее на воронку из яркого, сияющего света. Я еще успел заметить свое тело, лежащее на руле машины. А потом я уже был на небесах. Это было такое радостное чувство, полное счастья и восторга. Меня сопровождали ангелы, поющие хвалебные песни Богу. И мы направлялись в рай. Вы не знаете, что такое пение, пока не услышите хора ангелов. Прибыв в рай, я увидел 12 ворот в небесный город. Библия не прибегает к метафорам, рассказывая о рае. Врата из жемчуга действительно существуют. Существуют и улицы, сделанные из чистого золота. Мне был разрешен вход, и я вошел на большой золотой бульвар. Там я встретил своего лучшего друга, погибшего в автокатастрофе год назад. Авария была настолько ужасной, что ему оторвало голову. Но в раю он был цел и невредим. Он выглядел точно таким, каким я его помнил. Он был молод, красив и никаких телесных изъянов. Я иногда говорю молодым людям, что в раю нет прыщей. Мой друг отвел меня в Божью библиотеку, где находилось множество книг с записями о количестве душ, которых мы привели к вере в Господа. Там же я увидел книгу жизни Агонца. Там было записано мое имя. Напротив моего имени была запись. Долгов нет. Все оплачено драгоценной кровью Иисуса Христа. Я видел в раю чаши, полные людских слез. Ангелы несли эти чаши, чтобы представить их Богу. Как пел Давид в 55-м псалме, «У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей?» Я видел прекрасную реку, которая в Библии называется «рекой жизни». Мой друг повел меня к реке, и я увидел множество людей, одетых в белые одежды. Я вошел в реку и поднял со дна несколько слитков золота размером больше моего кулака. И освещающий город свет, который есть Иисус, осиял эти слитки, и они заиграли такими красками, которые невозможно описать. Это было великолепно. Я никогда не забуду музыку, услышанную на небе. Я всегда питал глубокую любовь к музыке. Я был потрясен, услышав, что в раю небесный хор поет песню, которую мы поем на земле в церкви. Я спросил своего друга, почему они поют песню из нашего сборника. Он ответил мне, что все по-настоящему духовные песни берут свое начало на небесах. В раю все поклоняется и хвалит Господа Бога в самом настоящем и буквальном смысле слова. Я видел, как деревья хлопают. Это правда. Ветви и листья на самом деле издавали аплодисменты. Я видел, как на прекрасной траве маленькие дети играли со львом, как будто он был послушным котенком. А еще я видел там таких животных, каких не видел никогда прежде. И, конечно, самый волнующий момент в раю. Я встретился с Иисусом, и это было чудесно. Когда я Его увидел, я пал к Его ногам, а Он наклонился и поднял меня. Я увидел шрамы на Его руках, ногах и голове, и я припал к Нему, чтобы остаться рядом с Иисусом навечно. Но этому не суждено было случиться. Я услышал голос. «Тебе нужно возвращаться». Она молится. Она призывает Его имя. Моя сестра взывала к Иисусу в молитве, чтобы Он воскресил меня, Ее брата из мертвых. Через целых 60 минут после того, как врачи объявили меня мертвым, я вернулся в свое тело, и оно ожило. Позднее я понял, что целью моего возвращения было рассказать о реальности рая этому поколению. После возвращения в тело на восстановление у меня ушло девять очень нелегких месяцев. Было тяжело. Из-за аварии и множества реконструктивно-пластических операций у меня были дикие боли. Из-за разрыва голосовых связок я не мог говорить. Я любил петь и обладал голосом, который когда-то касался сердец, но теперь я понимал, что все это осталось в прошлом. Однажды я услышал по радио песню, он коснулся меня. И вдруг во время этой песни в мою палату вошел Иисус, положил руку мне на горло, и внезапно я снова смог говорить. Медсестра вошла в палату и сказала, «Доброе утро!» А я ответил ей, «Слава Богу, Он меня исцелил!» У нее тут же из рук упал поднос с лекарствами. Сегодня мой голос силен как никогда, я люблю петь песни, прославляющие Бога. Дело в том, что мои голосовые связки по-прежнему разорваны. Меня осматривали врачи и подтвердили это. Многие скептики приходят на проводимые мной богослужения, пытаясь меня разоблачить. Но слушая меня, а затем глядя на мои рентгеновские снимки, они начинают верить в Иисуса. Каждый раз, когда я открываю рот, происходит чудо. Я вернулся на землю, чтобы передать людям надежду. Иисус поручил мне убеждать людей никогда не поддаваться осуждению, которому подвергает их дьявол. Никогда не верьте его лжи. Он также сказал, что перед его вторым пришествием на землю будет мощное духовное пробуждение людей. Поэтому прошу вас, разошлите это видео всем и примите участие в величайшем духовном возрождении людей через веру в Иисуса Христа. И пусть изливается сила Святого Духа на всех, слушающих это слово. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok